Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия. И сегодня у нас будет видео покупочка новой породы на мою конюшню. Это покупка Моргана, которой до сих пор, до сегодняшнего дня у меня не было ни одной масти. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали. Вы спросите, как так Морганы вышли уже так давно, а у тебя все еще нету обновленной модельки? Да, это так, чудеса и всякие неожиданные моменты случаются. В данном случае Морганы оказались одной из тех пород, которые я очень долго не покупала. Да и вообще хочу сказать, у меня до сих пор нету обычной Аполлузы, есть только магические Аполлузы, а вот обычной нету. Ну а в случае с Морганами, которые еще даже не выпустили магиков, у меня их в принципе нету на конюшне. Но так как сейчас у нас есть скидочная ярмарка, где есть как раз Морганы по хорошей цене, я хочу приобрести себе наконец-таки Моргана в конюшню. Хотя, когда он только-только вышел, он имел грандиозный успех, его даже брали на выездку, вестерн, пожалуй, только что не в конкур, потому что они очень милые, у них симпатичные масти и красивые анимации. Итак, Морган третьего поколения сейчас по скидке стоит 595 старкоинсов. И давайте посмотрим. Сила 2, дисциплина 2, скорость и выносливость по нулям, гибкость 2. Странно, я была уверена, что у Моргана будет троечка, чтобы специально для вестерна. Однако, видимо, не судьба. У него есть несколько симпатичных мастей, и есть одна масть, которая мне дает очень глубокую отсылку на Red Dead Redemption. Хотя, на самом деле, я эту масть там терпеть не могла, но в Red Dead бегает вот такой вот Морган. Именно точно такой же. Бурый, с рыжей гривой и рыжим хвостом. И если там я Моргана вообще никак не могла полюбить, потому что он был маленьким, щупленьким и достаточно непримечательной лошадкой для начальных игроков, то здесь они сделали акцент на его мордашке, на рельефе и на алюрах. Скажем так, если уж не вышел ростом, то давайте хотя бы симпатичностью и алюрами мы завоеваем ваши сердца. И у них это получилось. Когда добавили породу, чаще всего можно было встретить Изабеллова и Воронова Моргана. Очень часто. Ну, по крайней мере, у меня перед глазами бегали именно эти масти. Так, какую же масть хочу я? Честно, понятия не имею. Я вплоть до нынешней секунды, до данного момента, даже и не рассматривала все эти масти вблизи на данный аккаунт. Значит, получается, мои фавориты из данных мастей, которые есть непосредственно в игре, это Сербиста Вороная, Изабеллова. Вороную брать не хочется, Гнедовую тоже. Ну, и если брать вот данную масть, то только с длинной гривы и сделать это некой отсылкой на Red Dead Redemption. Ай, как это сложно-то! С одной стороны, вот тут как бы можно взять, потому что масть красивая. Серебристая Вороная. Да, я в последнее время очень полюбила данную масть. Вы можете это увидеть, когда я покупала Арденса. Могу взять Бурова и сделать отсылку на Red Dead Redemption. Или могу взять вот этого Изабеллова с отсылкой на моего первого Моргана. Купить надо кого-нибудь одного, потому что сейчас я, к сожалению, не могу себе пополнить баланс старкоинцев. У меня осталось 5500 старкоинцев. Скоро выходят французские сели. Так что, да, надо немножечко придержать их. Плюс там еще очень много вещей и амуниции. Я даже не знаю, как бы, кого купить. Они такие прелестные, такие симпатяшные. Но я не знаю. Так, ладно. Надо идти, надо сидеть и надо думать. Ну что, дорогие друзья, Я... Ой, я решилась. Да, я вообще недолго думала. Я просто перезашла на английский язык и уже все для себя решила. Мы сейчас берем вот эту вот красивую шулашатку. Это будет взрослая кобыла. И если старого второго поколения у меня Морган Air Vanilla, воздушная ванила, то сейчас пусть это будет тоже кобылка Vanilla Aura. Ванильная аура. Вот мне очень нравится, как ей подходит это имя. Так, единственное, я забыла стрижку. А хотя, может быть, ей оставить длинную? Или косички сделать? Не, не хочу косички. Давайте пока что... Ладно, оставим ей грибу такую, какую есть. Так, Vanilla Aura. Фух, да, ну что ж, ладно. У меня не было Моргана. И сейчас он у меня будет взрослый. Взрослая кобыла. Vanilla Aura. Morgan третьего поколения. 595 СК. Ииии... Покупаем! Божечки! Божечки! Здравствуй! Ой, у меня, оказывается, варежки без пальцев. А я думала, у меня там пальцы есть. Какое ты симпатичная. Какая я милашная. Правда, с этого ракурса глаз смотрится немножко странновато. А, вот, вот сейчас нормально. Здравствуй! Ой, такой, такой широкий лоб. Кстати, мне всегда нравилась именно голова Моргана. Безумно нравилась всегда. Да. Так что, ура! Мы купили, скажем так, обновленную воздушную ванилу. Только ванильную Aura. И нет, ребята, я все-таки беру еще одного Моргана. Потому что я не могу после покупки Орденса серебристо-вороной масти... Я не могу. Все, мне безумно нравится теперь эта масть. Но в ближайшее время точно. Так, и вот тут уже надо подумать, как назвать этого коня. Потому что если Изабеллу лошадку сделали кобылкой, то пусть вот это будет конь. Здесь уже точно мы делаем корешечку. Буду, наверное, в ближайшее время кататься на нем на тренировке в марте. Потому что сейчас у меня еще отпуск, скажем так. Так, ну что ж, надо сейчас быстренько подумать над его именем. В общем, да, подумав, я решила, что это будет Тандер Кросс. Вот, я бы хотела назвать его Раскаты Грома. По-моему, Тандер Крэпс. Клэпс. Как-то так. Но у нас нет такого слова во второй ячейке. Поэтому пусть это будет громовой. Крест. Тандер Кросс. У меня есть несколько песен, где Кросс, это прям вот чуть ли не в названии, в припеве. И они мне безумно нравятся. Поэтому пусть этот красавчик будет ассоциацией к этим моим любимым двум песенкам. Итак, 614 Таркоинцев. Морган третьего поколения. Второй по счету за одно видео. Взрослый жеребец. Тандер Кросс. Так, так что покупаем. Второй. Второй Морган за одно видео. Это как вообще бывает? Это почти не бывает. Я очень редко беру несколько лошадей в видео. А почему у тебя дым из-под ног идет? Смотрите, у него... А у Изабеловой лошади тоже вот такой дым из-под ног был? Ну точно на Тандер Кросс. Все. Это прям, знаете, это уже имя дает о себе знать. А-а-а-а-а. Все, 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 все. Мы купили. Мы купили аж двух Морганов. Поэтому просто с расширенными зрачками, безумными глазами мы мчим на всех парах нашу конюшню. И смотрим и знакомимся с новыми... Ой, двумя Морганами. Так, ну я совершенно не была готова к покупке разом двух Морганов. Поэтому сейчас мы посмотрим вначале на нашу новую ванилу, ванильную ауру в сочетании с стареньким Морганом. И потом уже посмотрим на следующего Моргана. Ой, ты здравствуй. Ой, ты нежность какая. Все-таки Изабеловая масти это прям что-то очень милое, очень воздушное. Ой, дыбы красивые. Я, кстати, всегда думала, что Морганы почему-то очень сильно похожи на каких-то мустангов, чем на Морганов. Вроде бы немножечко повыше. Голова точно выше. Ну, потому что она ее держит высоко. Кстати, очень высоко по сравнению с третьим поколением. Так, в общем, очень красивая. Так, и сразу, пока мы не забыли, я вечно забываю видео про свою традицию, что я покупаю своим лошадям подковы сразу хорошие. Так, это хорошие, хорошие. Кстати, да, они теперь дешевле. Они стоили 145 СК, сейчас 90. И не нужно ради этого качать репутацию в Элдоле. Раньше нужно было. Так, и сразу переодеваем эти подковки. А то я потом забуду. Ну что ж, разница налицо. Насколько сильно они отличаются. Масть максимально, правда, похожа. Но все равно, как будто вот новенький Морган более розовенький. Так, хорошо. Теперь меняем. У нас есть... Где? Где мое счастье? Где мой новенький Морган? Он только что был где-то здесь. Вот он. Все, все, все. Все, меняем. У нас опять все проглючило, заглючило. Мы это так не любим. Ну да. Он очень сильно все заглючил, переглючил. Так, давайте тогда вот так вот сделаем. Да, все, поменяли. И посмотрим на второго Моргана, который... Ой, тоже какой красивый-то. Так, тоже меняем подковки. Старые выкидываем. Ну, посмотрите, какая парочка. Божечки, просто. Они... Я поняла. Я купила парочку. Я хотела не просто двух Морганов. Я хотела именно парочку. Ну, посмотрите. Докатилась. Даша, ты докатилась. Ты купила сразу пару. Ну все, ребят. От вас потом будут жеребенка ждать, когда это добавят в ССО. Очень красивые лошади. Прям очень симпатичные. Я даже не знаю, на ком я буду кататься в ближайшее время. Какой шаг прям. Очень нравится шаг. И рысь, и манежный прям. Ну, я считаю, что по алюрам Морганы чисто выездковые кони. Делайте со мной что хотите. Но я считаю, что они действительно выездковые. Они могут носить выездковое седло. Спасибо. Спасибо, большая игра. Так, а новые уздечки? Тоже могут носить новые уздечки. Ну все. Заживем красиво. Заживем счастливо. Вообще даже без капельки сомнения. На них можно надевать колокольчики? Серьезно? Я считаю, это несправедливо. Что на Морганов можно надевать колокольчики. А на бельгийцев нельзя. Так, давайте же выйдем и посмотрим уже на анимацию вне конюшни. Значит, ну такой у нас шаг. Рысь. Теперь покажу ту рысь, которую я имела ввиду во время покупки. Если у вашей лошади нету какой-то доп. анимации на шифте. Доп. алюра я имею ввиду. То зажимая shift и нажимая кнопочку вперед, вы перестаете подпрыгивать. Насколько я помню, у нас есть два вида России. Как бы, по-моему, рабочая и строевая. Я не помню, какая из них какая, потому что я не спец во всем этом. Чисто просто что на слуху. Такие вещи запомнить мне очень сложно, если я постоянно этим не занимаюсь. Так, если мы хотим вернуться вновь в прыгающую рысь, мы просто нажимаем кнопочку вперед и продолжаем подпрыгивать. Теперь манежный или же легкий голоб. Действительно, такой у него очень легкий. Мне нравится, как двигаются передние ножки. И как ведет себя хвост, в особенности. Так, теперь голоб. А вот голоб мне нравится меньше всего. Казалось бы, обычно голоб у лошадей у нас в ССУ очень такой достаточно универсальный. Который подходит и для кросса, или для конкура. Если нужно где-то ехать именно голобом, то он всегда спасает. То есть, если анимация шага РСИ вообще у лошади не выездковой, то, как всегда, чаще всего бывает спасает голоб на конкур или кросс. Так, и карьер. А карьером мы пока бежать не можем, мы не сделали уход. Давайте сделаем. Быстрый. Ну какой же ты красивый. Просто я теперь обожаю эту масть. Мне кажется, если следующие породы будут выходить у нас с серебристой вороной мастью, то я точно буду их покупать. Потому что мне они безумно нравятся. Хотя раньше вообще не переваривала темные масти со светлой грибой, светлым хвостом. Так, делаем повышение. Теперь осаживание. Очень красивое, аккуратненькое осаживание. Свеча или же дыбы. Так, и мы еще не смотрели остановку. А, вот, кстати, карьер. Вот карьер у него намного лучше голоба. Ладно. Это хорошо, это приятно. Резкая остановка. Частично полувестернская. То есть он вроде как присаживается, но при этом далеко не скользит. Ну, что вы хотели как раз от лошади дикого запада. Так, и у нас осталась анимация прыжков. Давайте же посмотрим с голоба. Ну, такая, не могу сказать, что очень конкурная. Ну, вроде как симпатичная. По крайней мере, для невысоких препятствий, я думаю, подойдет. Так, ну и мое самое нелюбимое, это прыжки с Ресси. Которыми я вообще не пользуюсь никогда. У меня старая закалка. У меня нету понятия прыжок на Ресси. И я пользуюсь только прыжками на любом галопе. Ну да, то есть достаточно у него аккуратный прыжок. В принципе, на конкур на низкие препятствия подойдет. На высоких уже будет смотреться немножечко, мне кажется, неподходящим. А вот на низкие, я думаю, в самый раз. Я не знаю, зачем я купила сразу двух. Как я их буду качать? У меня уже много лошадей недокачанных. Потому что в последнее время я играю, на самом деле, очень мало. Захожу исключительно ради каких-то мероприятий, фотографий. Или же вот для того, чтобы отснять вам видосик. Так что я безумно рада такой покупочке. Надеюсь, вам понравились эти масти. Морганы, расскажите о вашей истории покупки данной породы. Кого вы покупали, когда покупали. Может быть, это было во времена летнего лагеря вестерн на ранчо Старщайна. Там это вообще бы идеально подходило. Как бы вестернская тематика и такие достаточно вестернские конь. Так что на этом все. И я буду с вами прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок. Чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Боже, ну какие же они красивые. Я не могу.